В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся галоконцерт Приволжского, молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние» и Всероссийского детско-юношеского фестиваля народного творчества «Милля Хазина». В оргкомитет фестиваля поступило более 700 заявок из учебных заведений десятка регионов нашей страны. К участию в нем приглашались творческие коллективы и отдельные исполнители. Он зародился уже более 10 лет назад и первыми участниками фестиваля были учителя, далее у нас уже появились и студенты, и школьники. И в стратегии национальной политики Российской Федерации и так далее приветствуется, что мы должны сохранить традиции, родные языки и так далее. Данный фестиваль направлен именно на эту цель. Ежегодно в стенах Казанского федерального университета пересекаются дороги представителей различных регионов, разных культур и традиций. На сцене прозвучали народные песни, исполнены яркие творческие номера и театральные постановки. Фестивали проводятся с целью сохранения и развития языков, культуры и традиций коренных народов по Волжии и России, укрепления дружеских и этнокультурных отношений между народами Российской Федерации. Каждый участник стал продолжателем своих традиций и культур. Мы здесь находимся уже с обеда, репетируем, и здесь очень атмосферно, участники все очень добрые, талантливые, и здесь все очень круто, мне очень нравится. Организация очень хорошая, я здесь была на первом курсе, выступала последний раз, мы тоже были на этом конкурсе национальном достоянии, заняли второе место с марийским танцем. Основной задачей национального достояния является популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии, народной стилизации эстрадных произведений, а также возрождение национальных мотивов в современных изделиях. Фестиваль «Милли Хазиня» направлен на выявление молодых талантов, имеющих способности к литературному и художественному творчеству, переводческой деятельности, создание единого коммуникационного пространства для обмена опытом между ними, а также развитие улучшающихся интереса к родным языкам, литературам и культурам. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Тимур Ахметов. Универ Новости.